Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на очередной торговой сессии этой недели. Снова прошу уделить несколько минут вашего времени, чтобы проанализировать ситуацию, сложившуюся за вчерашние торги на финансовых площадках и рынках. В прошлый день, да и в целом, та неделя, которую мы анализируем, текущая неделя еще раз доказала нам то, что отсутствие макроэкономических отчетов на повестке экономического календаря – это не повод расстраиваться и не повод, скажем, для того, чтобы рынок не показывал интересной динамики. Мы видим то, что волатильность на рынке Форекс остается на очень высоких значениях, хотя эта волатильность характерна не только для рынка валют. Собственно, мы видим, как активно двигаются и фондовые секции, вроде бы как пришли в движение и рынки долговых бумаг. На сырье обращаем внимание, для нас нефть – это, скажем, такой путеводный инструмент, с которого мы стартуем каждый брифинг. От нефти зависит еще несколько идей. Но, в целом, рынок нефти, даже несмотря на восстановление, которое наблюдается последние несколько дней, это, скажем, та среда, на которой мы продолжаем зарабатывать, поскольку понимаем то, что этот актив не просто так уже оказался на таких минимальных ценовых значениях. Друзья, сегодня у нас не менее интересная торговая сессия, хотя мы также обойдемся без статистических релизов. Но сегодня у нас на повестке очередной блок, скажем, поступлений представителей, чиновников, регуляторов сразу нескольких страхов. Карни, который возглавляет Банк Англии, Европейский Центральный Банк в, скажем, лидерстве Самарио Драги и Стивен Полос, который отвечает за монетарные курсы Банка Канады. Соответственно, Англия, Еврозона и, собственно, Канада. Соответствующие инструменты за ними, а поэтому вам нужно выбрать, какой из этих фундаментов является более интересным и обратить на него больше внимания, нежели чем на другие. Но уверен в том, что мы увидим снова очень интересные движения, как по евро, как по фунту, так и по канадскому доллару. Хотя последние торговые сессии, они, в принципе, и без того были довольно интересны. Я думаю, то, что динамика в каком-то ключе будет осохранена. Почему стоит ориентироваться на эти активы и что, в принципе, мы можем увидеть сегодня, давайте поговорим подробнее. Но сперва я считаю необходимым коснуться, опять же, нашего любимого сырьевого сектора и поговорить про то, что творится на рынке нефти. Клоун вчерашнего дня 46-45, сейчас актив торгуется на уровне 46-90, чуть повыше. В целом, в восстановлении нефти продолжается уже 4 торговые сессии подряд. И проводя глубокий такой фундаментальный анализ с заходом уже на технику, можно сказать, друзья, что нету по-прежнему никаких факторов, из-за которых можно было бы сказать то, что нисходящий тренд прерван. И прерван настолько, что прежде чем мы к нему, собственно, вернемся, рынок сможет забраться на совсем уж высокие ценовые значения. Нету ни единого повода предлога говорить о том, что рынок каким-то чудом снова поверил в сделку ОПЕК, и в то, что она окажет соответствующее влияние на восстановление баланса спроса и предложений. В буквальном смысле я не буду уставать повторять это каждый день, следя за новостным фоном и снабжая вас новой информацией. Потому что знаю, друзья, то, что многие из вас торгуют нефтью, и многие, как и я, хотят увидеть эти значения гораздо ниже, потому что приятно отыгрывать логичное следствие в активе того фундамента, который складывается. Причины, из-за которых нефть растет в последние дни, это, как и раньше, как и днем назад, ожидание вероятного снижения запасов нефти в США. Собственно, сегодня в 17.30 у нас один из единственных, по сути, релизов статистических. Напоминаю, это отчет Министерства энергетики, где сразу публикуются данные по запасам нефти США, по запасам дистиллятов, по запасам бензина, и параллельно выходит статистика по уровню добычи нефти за прошлую неделю. Друзья, это основной фундамент для рынка нефти, и уверен, что просто так он рынок сегодня не отпустит. Полагаю, что волатильность сегодня будет просто астрономической для нефти, и надеюсь, что от этой статистики мы получим сигналы того, что пора уже после четырех дней роста возвращаться снова к тому нисходящему тренду, о котором мы с вами говорили. Локальную поддержку нефти оказало не только ожидание того, что запасы должны снизиться. Я еще раз повторяю то, что из-за тропического шторма в Мексиканском заливе действительно есть риски того, что это могло сказаться и, в принципе, сказалось на работе некоторых нефтяных станций, платформ, и могло привести к сокращению запасов. Но вчера у нас была своего рода такая статистическая репетиция, поскольку во вторник, поздним вечером, выходят данные от Американского института нефти, я их вчера дождался, надеюсь, что вы тоже уже в курсе тех цифр, которые мы видели, запасы по версии API не снизились. То есть аналитики данного института полагают то, что тропический шторм никак не повлиял на уровень запасов. Запасы, по их мнению, за прошлую неделю только выросли на 0,85 миллионов. Запасы бензина прибавили еще сильнее. Поэтому, ориентируясь на сегодняшнюю статистику от Министерства энергетики США, я думаю, что мы можем рассчитывать на повторение данных от Американского института нефти. Но даже если запасы, хорошо, нефти логичным образом снизятся, у нас будут другие параллельно опубликуемые отсчеты, которые позволят реабилитировать наши короткие позиции. Это запасы еще бензина и, соответственно, уровень добычи нефти в Штатах. Если детально, друзья, разбирать ситуацию, фундаментально она ни грамма не изменилась. Я напоминаю то, что хедж-фонды, инвестиционные банки, которые специализируются на торговле рынком черного золота, спектром всех активов, которые представлены там, ну, брендом, в частности, WTI, они за последние несколько недель сократили длинную позицию по нефти до минимума за последние 10 месяцев. О чем это говорит? Это говорит о том, что крупные фонды уже не верят в результативность сделки ОПЕК. И даже при условии того, что на текущий момент уровень исполнения обязательств находится на максимальном значении за весь период действия этого аналитического факта. Даже несмотря на то, что ОПЕК действительно чисто плотен в соблюдении этих обязательств. И даже несмотря на то, что эту сделку продлили до марта 2018 года. 1,8 очень мало, особенно на фоне тех объемов добычи, которые мы получаем в других регионах. Еще дополнительными факторами, которые сдерживают рост котировок нефти, это сохранение высоких темпов нефтедобычи и амбициозных планов, которые оправдываются буквально с каждой недели, с каждым месяцем со стороны тех площадок, которые не подписали энергетический пакт. И вы знаете, кто это? США, Ливия, Нигерия. По штатам у нас уже рост с начала этого года больше, чем на 10% по объему добычи. Планка в 9,4 миллиона уже достигнута, хотя буквально 3 месяца назад. Это максимум, на который планировали выйти оптимисты, ставящие на то, что рост добычи будет сохранен. 9,4 – это уже та цифра, о которой мы с вами говорим. Дальше будет больше, поскольку количество нефтяных буровых увеличивается из недели в неделю. Растут число терминалов темпами, превосходящими сокращение 2015 года. И сейчас число терминалов уже на максимуме за последние 3 года. Значит, объем добычи будет расти. И мы выйдем с вами к концу этого года, ну пусть если не на 10 миллионов бар, на 9,7, 9,8, может быть даже повыше. Вполне реально. Ливия на этой неделе, вот последняя статистика, которую мне удалось проанализировать, это данные буквально день по осроку. Объем добычи составил уже 935 тысяч баррелей в сутки. Хотя мы помним, еще неделю назад эту планку планировалось, достигнуто чуть позже. То есть Ливия идет опережающими темпами, даже собственные планы. 1 миллион, да и легко до конца лета с такими объемами прирост. В Нигерии тоже увеличиваются объемы добычи. Ну и, друзья, мы можем опять же резюмировать все, что было сказано, абсолютно, на мой взгляд, правильным. И сейчас основополагающим выводом то, что рост предложения, он продолжает опережать спрос. Он предложает быть настолько значительным, что топчет все инициативы и сводит к нулю все усилия ОПЕК, направленные на восстановление баланса, который уже восстановить, по крайней мере, в редакции текущего аналитического факта будет невозможно. Поэтому ждем то, что рынок нефти будет испытывать дальнейшее давление. То, что сейчас он восстанавливается, то последние комментарии со стороны ведущих аналитиков комиссионных банков, они говорят о том, что речь идет о технической коррекции, потому что мы с вами валились 5 недель подряд. Ну и, конечно же, после такого тренда логично рассчитывать на то, что рынок уважит отчасти покупателей. Ни в коем случае не позволяйте убедить вас в том, что дальше будут более высокие ценовые значения. Рынок будет выше 50 долларов за баррель, потому что я считаю, что с учетом такой новостной партии, с которой мы работаем, это крайне малый рейт. Рубль 59.17. Ждем, когда нефть все-таки снова оступится. Я надеюсь, что это может произойти уже сегодня. Тогда я, с вашего позволения, поставлю, скажем, под закрытие всей недели цель по рублю тестирования 60-50. Казалось бы, сейчас предпосылок не очень много. Но я верю, что рынок нефти может активно ходить, как мы это видим в последнее время. И не только вверх, но и вниз. Тем более, что мы уже касались минимальных значений за 10 месяцев. Если рынок вернется снова к ним, прокол, импульс может легко отправить котировки нефти сразу же, гораздо ниже. Поэтому по рублю, друзья, готовьтесь к еще большему прессу на этот актив. И готовьтесь к тому, что мы уйдем выше 60 и, возможно, закрыть все так. Евро против доллара. Для европейской валюты на этой неделе в центре, внимание, драги. Несколько дней подряд традиционная ежегодная пресс-конференция в Португалии. В частности, Европейский центральный банк в лице драги, начиная с понедельника, сначала обеспечил евро импульсом для ослабления. Отметив то, что ставки будут оставаться низкими в течении более длительного перевода времени, потому что это необходимо для экономического роста. Следом, собственно, вчерашнего выступления, вы знаете, то, что уже рост евро связали с тем, что сказал драги. Но я пристально попробовал разобраться в том, что же он говорил. Друзья, ничего такого, что могло бы обеспечить европейскую валюту ростом, потому что драги лишь отметил то, что политика центрального банка, безусловно, будет корректироваться при улучшении макроэкономической ситуации. Подчеркнул то, что экономика сейчас действительно находится в очень хорошем состоянии. Мы это видим подсчетом. Но это те самые фразы, с которыми нас снабжал Европейский центральный банк на протяжении последних нескольких месяцев. И драги сам говорил то, что решение и курс ЕЦБ будет зависеть от экономической конъюнтуры. Улучшится фундаментальная картина. Ну, какой смысл тогда сидеть в этих беспрецедентных стимулах? Улучшится? Тогда готовьтесь к еще большему размаху по агрессии вот этих инструментов, еще более низким процентным ставкам и еще более расширенной программой количественного смягчения. Ровно это и было сказано вчера. Ну, трейдеры, которые сделали ставку на покупки европейской валюты, ну, честно говоря, в предкосрочном ключе и перспективе мы тоже покупали евро. Но я хочу сказать следующее. Трейдеры, которые сделали ставку на евро, может быть, услышали и увидели какой-то скрытый замысел и смысл о том, что говорил драги. И между строками прошли, что драги пообещал перейти к более жесткой монетарной политике. Можно делать и такие выводы. Но, друзья, на мой взгляд, основная причина роста европейской валюты – это традиционное, скажем, подтягивание важного фундаментального события под то, что нужно было увидеть ключевым, серьезным, крупнейшим игрокам. И, собственно, приспособить адаптировать этот фундамент к тому импульсу, который был необходим и выгоден им. Мы говорили то, что, исходя из оценки личного сантимента, короткая позиция настолько велика, что дает четкое понимание того, что все трейдеры продают европейскую валюту. И прежде чем все-таки мы увидим логичное, правдное, с фундаментальной точки зрения, еще нахождение евро на более низких ценовых значениях, нужно, чтобы рынок, скажем, пригрозил не просто пальцем, тем, кто так настойчиво ставит на ослабление евро. И показал то, что есть еще причины для роста. То есть это традиционный поход за стопами. Сейчас оценка личных настроений позволит нам сделать также вывод о том, что по-прежнему доминирующая позиция – это короткая. То есть стопы, друзья, еще не собраны. Поэтому за уровнем 1.3050, 1.1350 может последовать еще больше восстановления европейской валюты. Сейчас котировки 1.1360. Но я считаю то, что если торговать европейской валютой сейчас краткосрочно, мы уже достигли уровня 1.1350. Я полагал то, что ставить на еще больше роста вроде бы как и логично, с учетом того, что я сказал, но очень рискованно. Если вы относите себя к торгосрочным трейдерам, я, друзья, уже бы не стал вообще залазить сейчас в европейскую валюту. Понаблюдал бы со стороны, подождал, когда картина станет более предсказуемой, более понятной, когда евро вернется к более низким ценовым значениям. К примеру, к отметке 1.11. А для торгосрочных трейдеров все без изменений, друзья. Скорее всего, мы уже достигли локального потолка и вот-вот должны развернуться с тем, чтобы пойти к более низким рубежам. Доллар японская иена. А в целом, эту валютную пару лучше, наверное, охарактеризовать с точки зрения того, что происходит с долларом. Если мы посмотрим на пару, то доллар японской иены при паре. Хотя ситуация с индексом доллара говорит и по-праку. Доллар вчера херял. И я объясню, почему. Вчера Международный валютный фонд пестрил прогнозами по поводу того, что может случиться с американской экономикой с темпом экономического роста в ближайшее время. Так вот, по их расчетам, из-за очевидной для всех политической неопределенности, США в 2018 году максимум, на что смогут рассчитывать по экономическому росту, это на 2,1%. С 2,5% это прошлый прогноз. В посредней такой медианной оценке роста на ближайшие 5 лет, это 1,7% экономического восстановления. И МВФ также подчеркнул то, что, не знаю, может быть, оценили состояние торгового баланса, но шли необходимым сделать заявление о том, что курс доллара перекуплен на текущий момент на 10-20%. Трейдеры, как только услышали это, действительно охладились снова локально к американцу и решили пока не торопиться с покупками. После этого пытались реабилитировать доллар Харкер, представитель американского регулятора отметил то, что повышение процентной ставки будет еще до конца этого года как минимум один раз. И еще на центре внимания была конференция Джанет Йеллин, которая возглавляет американский регулятор. В частности, Джанет Йеллин повторила то, что в планах ФРС, в планах, от которых они не открещиваются, и в планах, которые будут реализовываться, это сократить баланс. Но поскольку это очень главные события для рынка, внезапно ничего происходить не будет. То есть ФРС будет заранее готовить участников рынка к тем изменениям, которые могут произойти с балансом, и будет стараться добиться того, чтобы эти изменения были крайне предсказуемыми для всего рынка и абсолютно понятными, без каких-то двухзначных, трехсмысленных интерпретаций. Потому что для ФРС на текущий момент одной из определяющих целей, ну, учитывая, скажем, авторитет этого регулятора, не провоцировать чрезмерную и ненужную волатильность, друзья. Мы, собственно, это в какой-то мере тоже знали, еще когда готовились к процентным ставкам, понимали то, что ФРС повысит процентную ставку, потому что весь рынок ждет, что ее повысит. И, учитывая их прежнюю логику, они не могли поступить иначе, кроме как неуваживших тех, кто рассчитывал увидеть столь серьезные изменения американской политики. Но не обошлось и без серьезного негатива вчера на рынке. Это очередной провал законодательной инициативы администрации Трампа. Вчера должно было состояться, должно было состояться результативное голосование республиканцев за новую реформу, за новое представление документов здравоохранения Трампа, который должен был прийти на смену Обаму Кер. Но я думаю, то, что вы уже просмотрели, скажем, новостные сводки, особенно о финансовых рынках, вы знаете, то, что в очередной раз республиканцы завернули этот законопроект, сочтя текущую редакцию документа недостаточную для того, чтобы за нее голосовать положительным образом. Но, в частности, республиканцы, особые консерваторы, отметили то, что если бы этот законопроект был отринят, то без страхового обеспечения на ближайший год осталось бы больше 20 миллионов граждан. Я особо в этом документе не разбирался. Для меня важно то, что этот законопроект не прошел, и для меня важно то, что рынок снова вспомнил про тот негатив, который нам уже, в принципе, знаком. То, что реформа здравоохранения, по идее, должна была быть первой ласточкой. И реальных реформ, которые должны были быть реализованы. И Трамп обещал нам протащить эту реформу буквально на следующий вечер после инаугурации. Так вот, уже прошло 6 месяцев, и, к сожалению, даже эта реформа никак не может обрести полноценную жизнь. Ей не дают зеленого света, а до тех пор, пока не пройдет она, на стопе стоят те реформы, которые мы с вами ждем еще, скажем, сильнее. Это реформа увеличения бюджетных трат, бюджетных расходов, и налоговая реформа, которые вроде бы как должны были лечь в основу вот этого 3-4% экономического роста штата. На это трейдеры обратили внимание, немножко отходили к американцу, но, друзья, особо печалиться не стоит, поскольку доллар японская и иена держатся на высоких значениях, с учетом тех котировок, которые мы видели еще несколько недель назад. Уровень 112.09 достаточный оценивает текущий фундамент. Даже хорошо, что мы держимся на этих значениях. Если статистика, которая у нас еще под занавес этой недели не подведет, тогда мы снова вернемся к тому, что доллар не просто продолжит расти, а будет иметь для этого еще больше оснований. Основных причинах роста американца мы с вами уже говорили. Это самое важное из них, того, что ФРС находится на пути повышения процентных ставок, и ФРС не собирается в ближайшее время сворачивать с этой тропы. Наша с вами цель по доллару японской иене остается на прежнем уровне 114.00-114.5. Пока на нее и метит. Доллар канадец, друзья, здесь, конечно же, меня очень сильно расстраивает то, что происходит сейчас с канадским долларом, потому что, на мой взгляд, то укрепление канадца, которое наблюдается сейчас абсолютно преждевременно, собственно, к нашей позиции вчера присоединился и Барклайс Кэпитал, они, собственно, отметили то, что рекомендуют сейчас наставительно всем своим трейдерам и инвесторам исключительно рассматривать эту пару с точки зрения покупок, потому что есть все больше и больше оснований для этого. Считается то, что пару USDCAD в ближайшее время, до конца этой недели, могут очень быстро развернуть либо плохие данные по ООП, и я считаю то, что мы в месячном выражении не увидим прирост на 0,5%. Скорее всего, максимум, на что стоит рассчитывать, это на рост на 0,25%. И я считаю то, что до конца этой недели мы снова развернемся по нефти. И сейчас можно еще объяснить интерес канадцев, потому что растет нефть. Это, ну, позитивный момент, действительно так. Но что произойдет с канадцем, если нефть все-таки развернется, снова будет претендовать на тестирование тех низких уровней ниже 45 долларов за баррель, которые мы видели еще на прошлой неделе. И сегодня, друзья, почему бы не рискнуть и не поставить на то, что в 16.30, когда будет выступать полос, возглавляющий канадский регулятор, мы получим комментарий о том, что, да, низкие процентные ставки принесли свои результаты, и, может быть, канадский регулятор достиг того, чего планировал достигнуть. Это положительный момент. Но в то же время полос ведь может отметить, что на текущем этапе переходить к жесткой монетарной политике на фоне снижения индекса потребительских цен является неверным шагом. Поэтому для Канады, для Банка Канады будет логично сейчас как минимум сохранить ставки на текущих значениях, понаблюдать за тем, что будет происходить с дальнейшими показателями потребительской активности, и искренне верить в то, что цены на нефть и основные экспортные ресурсы, железную рыбу и уголь, будут находиться на высоких значениях. Это максимум, я думаю, что мы можем услышать. Но то, что если полос все-таки подтвердит пока что преждевременность действий на ужесточение монетарной политики, это тут же развернет канадца. Потому что именно комментарии не полоса, а его заместителя Каролины Билкинса еще две недели назад, того, что Банк Канады может повысить ставку до конца этого года, и стали причиной сразу же обвала пары доллар-канадец больше, чем на 250 пунктов. Вот мы до сих пор пожинаем плоды, вот не совсем, на мой взгляд, пока что уместной речи со стороны чиновников канадского регулятора. Я не думаю, что USDCAD будет сохранять дальнейшие импульсы и уверенность в том, что нужно ослабеть, в частности, канадец будет упрямляться, а доллар слабнуть. Я считаю то, что текущее значение, хотя я думаю, что 1.32 уже предел, но текущее значение по USDCAD это отметка 1.31.43. Это уже локальный экстремум, друзья. Если вы еще не купили валютную пару, я советую, а сейчас еще раз присмотреться к перспективам этого двета активов и, может быть, привести очень результативную и прибыльную сделку на ближайший акварт. Моя цель 1.34-1.35, как вы знаете, от нее я не собираюсь отказываться. Напротив, еще больше верю в то, что в ближайшее время мы увидим возвращение канадцев к более оправданным оценовым рубежам. Поскольку реформа здравоохранения вчера провалилась, на это отреагировал американский фондовый рынок, немного мы снизились, S&P сейчас котируется на отметке 2418, но не сильно глубоко ушли, поэтому будем следить дальше за американской фондовой секцией, ждать, пока этот актив уйдет выше 2450 пунктов, и после этого, возможно, снова подкупим, рискнем, наценившись на еще большее, высокое значение и новый исторический максимум. Друзья, на этом, собственно, все. Не забывайте, что сегодня у нас в 16.30, вот буквально в одно и то же время, в 16.30 это карни, дорогие полосы, выступления представителей, руководителей регуляторов Англии, еврозоны и, соответственно, Канады. Выберите любое из них, если есть возможность понаблюдать за тем, что будет сказано, либо откроете сразу все эти активы и ищите возможности по получению профита. Мои ориентиры и рекомендации вы уже знаете, они не меняются. Я надеюсь, что мы сегодня сможем анализовать какую-то из этих инвестиционных идей. И в 17.30 запасы нефти, нефтепродуктов и показатели по объему добычи. Надеюсь, что после четырех дней роста мы сегодня увидим сессию разгрузочную и закрытию бренда на отрицательной территории. На этом, друзья, все. Не забывайте, что в связи с ожиданием такой значительной волатильности самое меньшее, что стоит сделать сейчас, это обязательно подходить к любой сделке с абсолютно четким соблюдением правил риска менеджмента и тотальным, скажем так, контролем плечевой загрузки. Не злоупотребляйтесь рисками, насколько бы вы не были уверены в правоте ваших действий и ваших собственных силах. Рынок коварное существо и может показать очень-очень интенсивное движение даже тогда, когда на это никто не надеется. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через Перископ. И, конечно же, сразу же после этого будет доступна запись на нашем канале на YouTube. Всего доброго. До свидания.